Здравствуйте! В эфире область сети. Как и чем живет Преамуре в социальных сетях, расскажу я, Руслан Козловский. Сегодня в программе все самое интересное за неделю, что вы публиковали, лайкали и комментировали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда в машине сломался кондиционер, жители Благовещенска решили свитерком прокатиться на авто по дорогам областного центра. На кадрах молодой человек едет не в машине, а на капоте. И ему это явно нравится. Публикацию посмотрели более двух тысяч человек. Прохлаждается, предположили в комментариях подписчики. В книге рекордов России 2477 достижений. И одно из них теперь шестиклассника из Благовещенска. Он дольше всех в стране провисел на одной руке. Чтобы добиться такого результата, мальчику понадобилось 4 месяца. Теперь юный амурчанин планирует поставить второй рекорд, уже используя правую руку. А потом и побить всех в подтягивании на двух пальцах. Три, два, один. Вначале мы хотели побить рекорд по подтягиванию, но у нас не получилось. Потом на вис двух руках носок не получилось. И у нас был результат большой на одной руке, и мы начали тренироваться. И так и побили. 11 тысяч человек оценили рекорд подростка. В Приамурье спасли двухнедельного щенка породы Малмут, который залез в канализационную трубу в строящемся доме. И застрял там, сообщает Амурский центр ГЗИПБ. Два часа понадобилось спасателям на то, чтобы вытащить кроху на поверхность. Как малыш пролез в трубу под бетонным полом дома неизвестно. Благовещенцы попытались достать щенка самостоятельно, но не смогли. И поэтому обратились за помощью к профессионалам. Вытащить бедолагу через трубу не получилось, поэтому пришлось вскрыть бетонный пол. Спасателям потребовался бензорез и отбойный молоток. Малютка не пострадал, но, наверное, очень испугался. А следующее видео было размещено на одном из замурских пабликах. Вот только новости из Китая. Ролик набрал 4,5 тысячи просмотров. Таким необычным способом встретили зараженных коронавирусом людей в одном из китайских аэропортов. Сразу видно, серьезно относятся к мерам безопасности. Детский морской центр Свободного готовится к открытию навигации. Сейчас на объекте вовсю идет подготовка к летней оздоровительной кампании. Первая смена заедет сюда уже 20 июня. А пока рабочие ведут капитальный ремонт столовой, идет замена напольного покрытия. В варочном цехе меняют панели и ремонтируют склад для продуктов. Всего в этом году запланировано провести 4 смены по 50 человек. Наши коллеги из газеты «Амурская правда» на своей странице ВКонтакте опубликовали инструкцию, как проезжать обновленный кольцевой перекресток по улице Калинина в Благовещенске. Давайте разбираться вместе. Согласно указаниям, правая полоса создана для тех, кому необходимо уйти направо. Центральная полоса для тех, кому надо проехать прямо. Им следует заехать на круг, двигаясь по правому ряду и далее выехать в прямом направлении, то есть двигаясь с улицы Калинина, повернуть с Кольца на Новотроицкое шоссе. Крайняя левая полоса для тех, кому при выезде с Калинина нужно повернуть налево, другими словами, проехать по Кольцу и повернуть на Игнатьевское шоссе. Судя по комментариям, многие уже давно это знали. Да ничего сложного, когда только островки построили, уже все понятно было. Информагентство «Порт Амур» делится милыми видео, как чибисы переводят своих птенцов через дорогу. Малышей с родителями заметили в Михайловском районе. Маленьким пернатом всего несколько дней. Снять птиц на камеру удалось амурскому орнитологу Антону Сасину. Если вы стали свидетелем чего-то необычного, не забудьте поделиться. Отправляйте фото и видео на наш рабочий номер в WhatsApp 8 914 596 4040. И возможно увидите свои кадры в следующем выпуске. У меня на этом все. До встречи в эфире и в сети. Субтитры создавал DimaTorzok